Она все время пела, бесконечно, что-то говорит, и пела это, конечно, в восторг. Лучше, чем петь, она умела только учить петь других. Последним местом работы Екатерины Великой, как называли ее ученики, стала филармония. И здесь, как и в каждом другом месте, где трудилась Екатерина Иофель, в число ее учеников попадали совсем не только студенты, но и уже образованные артисты, титулованные исполнители и уважаемые руководители. Просто учиться у нее было честью для каждого. Директор Красноярской филармонии, говорит, узнала Екатерину Иофель еще студенткой-аспиранткой. А последний раз уже слушала лекции мастера, когда сама приняла Екатерину Иофель на работу в филармонию накануне 90-го дня рождения мэтра. Когда я пришла после какого-то совещания, она меня отчитала за то, что я опоздала на ее уроки. Я говорю, простите, пожалуйста, я больше не буду. Я говорю, меня вызывали в министерство, она говорит, сиди здесь, со мной гораздо важнее, чем в твоем министерстве. Такой Екатерину Иофель помнят и в Институте искусств, где она проработала 33 года. Кафедру вокала здесь полностью создавала она по крупицам от коллектива до библиотеки. 20 лет она ей и руководила. И кажется, руководит до сих пор, ведь решения тут и сейчас принимают только после вопроса. А как бы это сделала Екатерина Константиновна? Екатерина Константиновна сидела на этом диванчике и буквально смотрела каждому в рот, как человек произносит те или иные звуки. Представляете, какое волнение у студентов, когда рядом педагог и буквально вот он... Но она тем самым еще и посылала какие-то флюиды. И они работали. Об этом говорит список титулованных выпускников Иофель. Среди них сотни мировых оперных звезд, солисты ведущих российских театров и все, кто сейчас руководит красноярскими отделениями культуры. Самым известным учеником стал Дмитрий Хворостовский. В каждый свой приезд в Красноярск он проведывал любимого учителя. На похороны приехать не сможет из-за серьезной болезни. Но, как говорят ученики Иофель, она бы это поняла. Для нее выпускники были настоящей семьей. Переживала за каждого. Она приходила очень часто, смотрела, как мы питаемся, какой у нас порядок в комнате. Она вела дневник каждого ученика, репертуарный паспорт. Она даже подбирала эти тетрадочки по цвету. У меня до сих пор эта тетрадочка хранится. Она шутила всегда. Она была человеком очень большого юмора. Человеком, который все всегда говорил в глаза. Человек с очень ядреным словом, вы знаете, она насквозь видела людей. Вот это поражало и восхищало. Прощаться с Екатериной Великой в Красноярск будет в пятницу в Институте искусств с 10 до 12 часов. Екатерина Кашульчук, Александр Тропин. Новости ТВК. Педагог. Заслуженный деятель искусств России. Учитель всемирно известного оперного певца Дмитрия Хворостовского. И стомились счастьем губы, и натешилась душа. Памяти Екатерины Иофель. В четверг в 20.45 на ТВК. Субтитры создавал DimaTorzok